Большинство всех этих событий связаны непосредственно с тогда действующим, начиная с 2014 по 2019 год, президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Естественно, это делалось всегда по просьбе господина Порошенко. Вы представляете, сколько раз мне хотелось сказать, да нет, уважаемый, трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. И если бы сказали, что это труба Порошенко, это больше бы подходило не потому, что я сейчас хочу или собираюсь оправдаться. Я по жизни никогда не оправдывался. Если есть факт, я его признавал. Да, в 2016 году, тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношения ко мне среди руководства Российской Федерации про покупку трубы или Прикарпат-Запад-Транса, который владел этой трубой по поставкам дизеля в Украину и в Европу. Он обратился ко мне для того, чтобы я переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы Транснефть смогла продать эту трубу и для того, чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, как потом выяснилось господином Порошенко. Решал все вопросы, как судебной системы, так и в вопросах административных органов через возможности президентской должности и административного влияния. Суды, прокуратура, антимонопольный комитет, фонд госимущества все они принимали решения, естественно нужные для личных интересов президента Порошенко. Сколько денег потратил на покупку трубы господин Порошенко? По официальным данным 23 миллиона долларов США. Деньги выводили через фиктивные договора. Контролировал все эти вопросы его ближайший финансовый помощник, специалист по данным вопросам Макар Пасанюк. Английской мовы это трэш. В конце 2014 года, в ноябре-декабре, в начале 2015, в Украине была выстроена четкая система закупки угля в непризнанных ЛДНР. То есть на той территории Донбасса, которая оставалась после событий 2014 года неконтролированной. И в этом был задействован фактически вся верхушка государственного аппарата. Начиная с президента, заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовал эту схему по возможности закупки этого угля и поставки его в Украину. Продолжение следует...